Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. И сегодня наша тема, тема нашего вебинара, который проведет Наталья Николаевна Сметанникова. Чтение мальчиков и девочек с листа и с экрана. Но прежде чем предоставить слово нашему сегодняшнему спикеру, я хотел бы обратить ваше внимание на те ссылки, которые я разместил в самом начале нашего чата. Итак, перемотаем к началу чата и посмотрим, что там написано красным цветом. Первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу с расписанием. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все наши вебинары вплоть до конца нашего учебного года, до июля месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютубе. И по этой ссылке вы сможете ознакомиться с записью нашего вебинара, которая уже ведется. А также с записями всех вебинаров, которые когда-либо проводились в Директ-Академии. В настоящий момент около 450 записей вебинаров на нашем видеоканале. Подписывайтесь на наш видеоканал, чтобы быть в курсе того, что делается в Директ-Академии. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов. И в настоящий момент там есть предложение о 11 онлайн-курсах, которые предлагаются Директ-Академией. Это ссылка для тех, кто хочет учиться дистанционно. Ну и, наконец, последняя ссылка. Это ссылка на страницу выдачи сертификатов, где можно будет приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия. Также давайте я уже в конце нашего чата сейчас помещу информацию о ближайших трех вебинарах, которые состоятся в нашей Директ-Академии. Завтра вебинар Анны Бирюковой, который называется «Википедия как профессиональный навык, преимущества и лайфхаки». С нетерпением жду этого вебинара. Будет интересно, надеюсь. 22 числа в пятницу мой вебинар «Университетская библиотека онлайн для преподавателя. Читаем, работаем, публикуем». Наконец, 25 числа в понедельник в 12 часов Александр Мурзи, Мурзинов поделится своим опытом. Его вебинар называется «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Логика дипломной работы». Вебинар, насколько я понимаю, для тех, кто ведет дипломные работы. Я боюсь, что это только у меня. Давайте сейчас попробуем попросить Наталью Николаевну выйти на связь. Возможно, это только от меня связь не очень хорошая. Наталья Николаевна, я вас прошу на связь и давайте проверим звук. Ну вот, кто-то слышит. Значит, скорее всего, вопрос со связью на стороне клиента. Наталья Николаевна, жду вас на связи. Наталья Николаевна, жду вас на связи. И рада начать лекцию, которая называется сегодня «Чтение мальчиков и девочек с лица и с экрана». Это два достаточно новых для нас вопроса для тех, кто занимается продвижением чтения, так как это делает Русская ассоциация чтения. Я начну, как полагается, с достаточно широкого контекста, во всяком случае, с 60-х годов. Вот в 60-е годы и 20-го века все наше человечество и в нашей стране, и на Западе читало. И тогда мы были абсолютно уверены в том, что этот процесс никогда не закончится. В нашей стране, тогда СССР, дети впитывали любовь к чтению вместе с молоком матери. Так верили, в это верили наши родители. А на Западе Франк Смит, один из ведущих ученых, говорил, что дети в будущем будут обучаться чтению таким же образом, каким они обучаются говоримым. «Поскольку жить они будут в грамотном обществе». Никто не верил в то, что когда-нибудь мы будем заниматься отдельно вопросами продвижения чтения. Я у машины сказала, что поколение 60-х годов сейчас относится к бабушкам и дедушкам. И по мнению многих учителей и рядом с библиотекарей, вы со мной согласитесь, что это одно из наших читающих поколений. В 80-х годах на Западе начался уже спад чтения. Но в нашей стране, это как раз начало середины 80-х годов, начало перестройки, мы наоборот наблюдали гум. У нас начали продаваться книги зарубежной литературы, появилось русское зарубежье. Мы все читали активными, были активными читателями газет и журналов. И никто не предвещало того, что случится в 90-е годы. А в 90-е годы по существу случился кризис чтения. Мы, конечно, называем его ситуацией близкой к кризису чтения, но, тем не менее, это так. Некоторым бюджетам воды для нас явились исследования 2000-го года, когда впервые наши учащики, ну, так сказать, на 2000-го года и было впервые проведено во всем мире обследование качества чтения, сначала 10-летних учащихся, называется КИРУС, и потом 15-летних учащихся, называется КИРУС. КИРУС из 32 стран, принимавших участие в том исследовании, наши 15-летние школьники получили 28-е из них. И тогда всерьез стали прислушиваться к тем мнениям экспертов, которые они в те годы, в 90-е годы, очень активно высказывали, что у нас начинаются процессы, которые уже известны во всем мире, как спарс-семья. Там было много причин. И достаточно агрессивное внедрение электронных средств, и определенные социально-политические вопросы. Много причин, я не буду сейчас перечислять, мы говорим с вами о чтении. И вот в 2000-х годах постепенно вообще понятие чтения стало немножко размываться. Просто к тому моменту, к окончанию 20-го века, чтение стало настолько объемным понятием, которое использовалось многими дисциплинами, оно было и полидисциплинарно, и междисциплинарно. С одной стороны, использовали многие дисциплины, с другой стороны, это была степа, которая соединяла достаточно многие направления и науки, и практики. А все-таки на Западе слово чтение стало заменяться словами вытероси, потому что была принята контакта, по которой считалось, что грамотность, ну, вытероси достаточно грамотность, это единство чтения письма. То есть термин «грамотность» в нашем понимании, русском понимании, как грамотность письменной речи, он стал заменяться гораздо более широким термином «вытероси». Что это означало на практике, в частности, для учителей начальной школы? Это означало, что была принята педагогическая концепция, по которой ребенок и до школы, и в школе мог обучаться разными способами. Я думаю, что большинство присутствующих сегодня женщин и, наверное, мамок, и они хорошо знают, что дети обучаются чтению самыми разными способами. Кто-то действительно начинает сначала читать, но есть целая категория детей, которые начинают сначала читать. Они рисуют буквы, соединяют буквы, сначала пишут, а потом их читают. Так вот, если мы встаем на позицию литерасы, то тогда понимаем, что этот процесс пения и письма едины, и мы позволяем ребенку учиться и таким, и другим способом. Мы сегодня с вами в 2019 году. И констатируем, что понятие «рыры», «пения» – существо – уходит из международного общения. Настолько, что в 2015 году Международная ассоциация «рыры», которая называется по-английски «аэрлэйс», была заменена на Международную ассоциацию грамотности «аэрлэйс». В нашей стране в ходе всех процессов, о которых я говорю, было принято два серьезных документа. В 2007 году была принята национальная программа «Подвижки и развития системы», а в 2017 году, ну, в 2016-м, в 2013-м, она уже с Казырой школы – транзакция «Развитие детского и юношеского семей», по которой сегодня мы и живем, и стараемся продвигать семью в нашей стране. Вот теперь я хотела бы остановиться на нескольких исследованиях «Раз» и одной, оба 2013-го года, и одной из них в сцене, которые нас объединяют. Это исследование задумывалось нами как исследование аудитории детей, читающей аудитории детей, юноши, юноши и профессионального сообщества, которые не всегда ходят в библиотеку, которые имеют дома большие библиотеки, но являются любителями чтениями. Мы поставили тогда несколько задач. Одна из них – провести след, читая на литературе, рассмотреть разные слои общества и разные возрастные группы сразу в одном исследовании. Затем исследовать круг стения каждой возрастной группы, составив 10 книг в физико-диспетитах, по физикотному принципу. Ну и затем провести научный анализ полученных результатов трех поездок – характеристики читателя, характеристики книги и характеристики собственного чтения, рассматривая чтение учебное и учебное заслуковое. Мы провести отчет. Попрос занимал два месяца. Проводился на сайте РАЧ 1 марта по 30 апреля 2013 года и просили назвать три книги. Одну, которая на вас повлияла в любом возрасте, вторую, которую вы хотите обсудить, и третью, которую вы хотите рекомендовать. Вот результат этого исследования я буду вам сегодня предлагать. В общей сложности было получено 1014 обращений конкурсов и 534 были приняты к анализу. Что вы получили? Сначала по гендерному признаку. 29% ответов, ответов, ответов были мужчины, 71% женщины. Все-таки женщины интересуются к теме в воздухе. Самое большое количество было тех, кто в любом возрасте которых был до 15 лет. Ну это старшие школьники в основном поделки. На втором месте от 13 до 12 лет, и на третьем 20-29 лет. У нас был возраст до 60 лет, и соответственно, вот каждый день и тем, ну это количество, несколько менялось и улучшалось. Тем не менее, 16-60 летние, как я вам сказала, были достаточно активными читателями. Теперь с точки зрения образования. Как я сказала, самое большое количество респондентов были студенты, то есть те, которые имеют неполное обычное образование. На втором месте люди с пучным образованием, на третьем месте либо те, кто имел среднее образование, либо научные работники, то есть высшее образование, плюс те. И самое маленькое, это третье специальное образование. Сразу произойдет, что мы затем, после общих результатов, мы выделяли отдельные группы и проводили по ним тоже исследования. Вот научные работники, преподаватели высшей школы, я надеюсь, что из вас есть такие как раз относится в нашей стране к самой читающей аудитории, и в них больше всего выделяются филологи. Все-таки образование играет очень существенную роль при выборе профессии, о чем я скажу сейчас позже, и, собственно, в том, что вы занимаетесь и профессионально, и интересом, и осуществлением всей жизни. Это подтверждается, известно, что если у вас есть хобби, то из этого хобби нужно сделать профессионально. Это просто профессиональному признаку. Учащиеся старшей школы, но в основном студенты, были на первом месяце, что были дотойцы, что центры, не только читающие аудиторию. Сразу скажу, что у нас были студенты гуманитарии, студенты военных вузов, потом мы их выполнили, в основном, по сих пор, и студенты технических вузов. Но это были студенты Москвы и местных университетов России. У них, кстати, это был Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург. Преподаватели вузов занимали второе место, учителя на третьем, а затем все остальные профессии. Из остальных профессий у нас были библиотеки, которые были исследователи, и инженеры. А также были некоторые сотрудники фирмы. Опять же, забегу наперед, что потом мы провели исследование среди сотрудников фирмы, и они только показали нам очень интересные результаты. Теперь любитель чтения. Там был такой вопрос. Любитель чтения с какого возраста? Вот сравните некоторые результаты. Что мы получили в 2013 году? На первом месте любитель чтения был 7 лет. По любителям чтения мы имели визу ребенка, который мог уже самостоятельно читать, и книгу выбирал сам. Это был период, когда все дети ходили в школу, начинали учиться, и с ним 6-7 лет. Наталья Николаевна, попробуйте говорить громче немножко, а то при нашем качестве микрофона очень плохо слышно. Хорошо. Хотя бы так, да. Говорит медленнее и молча, подвинувь к микрофону. На втором месте были дети из... дети возраста 10 лет. Это в 2013 году. Затем мы выделили две критические точки, это 12 и 14 лет, в которых обязательно нужно оказывать дополнительное внимание к чтению школьника. Потому что именно в этом возрасте, есть ли у них недостаточные навыки чтения, техническая сторона чтения, или им они недостаточно понимают, они бросают читать. При сравнении этих результатов с более поздними, о которых я говорю, когда мы выделяли отдельные группы, то сейчас мы наблюдаем картину, что современные школьники, как правило, начинают читать в 10 лет, а то и позже. Кстати, сказать сразу скажу, что массивом чтения многих, тех, кто начинает читать в пользу, является экранное чтение. Особенно это касается мальчиков. Мальчики могут начинать читать вплоть до студенческого возраста. У нас было достаточно большое количество ответов, когда они говорили, начал читать в 15 лет, когда родители купили комп. или увлекся экранным чтением, и тогда начал читать. То есть я хочу сказать, что этот процесс никогда не надо прекращать. Нужно все время стараться вовлечь учащегося, ребенка, подростка, юношу в процесс чтения. Вот теперь я обращаюсь к результатам исследования 13-го года чтения, которое нас объединяет, в виде вот такой графической метафоры. Здесь вы видите, и так у нас и получилось, что самым читающим человеком в 13-м году была молодая женщина в возрасте 29 лет с высшим образованием. Часто молодая мама. Она изображена у нас справа. В личных беседах они производили впечатление не слишком модных девушек. То есть мы ее изобразили в таком виде, показав, что это молодая мама, которая разделяет достаточно устойчивые ценности. На втором месте были юноши, которые могут почитать, но предпочитают смотреть в экран. При этом книжки, как вы видите, лежат рядом. То есть если, как они все говорили, если надо, мы почитаем. Но мы можем читать в экране, а можем и играть. То есть это совсем не обязательно, что, глядя в экран, наши молодые люди действительно читают. В 13-м году начался процесс внедрения в школах Москвы компьютеров. То есть начался процесс компьютеризации. И поэтому, конечно, интерес школьников в то время был к экрану, к планшету. Но эти планшеты стояли на бумажном носителе, на книгах, которые в основном были учебными. То есть в 13-м году мы получили срез, когда начинающие учиться в школе кузники читали и с экрана, и с лица. Продолжаем. Так вот, вот это то, что у нас получилось, это читающая молодая женщина, и до тех пор это остается самым читающим человеком в нашей стране. Это то, что сегодняшняя, сегодняшняя картина, когда библиотеки и школы много занимаются семейным чтением, и в основном девочки возвращаются к книге, окружая себя своими игрушками, так как мамы окружают себя детьми и читают. А вот это уходящая натура. Мальчик, читающий, пиши кабинеты, читающий книгу, это то, что практически у нас уже забыто. Ну, он тут немножко то ли читает, то ли спит, вот то, что он спит, это больше похоже на... Теперь что же мы получили в качестве книг, которые повлияли на школьников до 15 лет. Вы видите список книг девочки и мальчики. В красном размечены те книги, которые читают и те, и другие, и выделили и те, и другие. С левой стороны стоит номер, и иногда он повторяется. Это значит, эти книги заняли одинаковые места. И вот что мы получили. У девочек, как это ни странно, Джек Лондон, Белый Клэйк. Затем два места Зарри Поттера, ну, понятно, что время все его читали, и Белый Биль, Черное Ухо. На третьем месте у девочек Брэнтери, затем на третьем же месте Тор, это тоже понятно, ну, и затем Толкин и на последнем месте Брэнтери, и Брэнтери, и Брэнтери, и Брэнтери. Мальчики, Гарри Поттер на первом месте, Дельфора, Бензон Круза, Марк Рэнтон Суэр, что для библиотекарей абсолютно понятно, Дельфон Белый Клэйк, Белый Биль, Черное Ухо, Властерин, Колес и Струга. То есть вы понимаете, что в тех школах, в которых мы проводили исследования, дети читают, обмениваются, и поэтому скидки в них девочек и мальчиков более-менее похожи. Теперь берем более взрослый возраст, от 13 до 19. Опять же, красные, те книги, которые повторяются. На первое место у девушек выходит в истоеве преступление и наказание, которое позднее станет самой первой книгой у юношей, только более старшего возраста, и у мужчин. То есть девочки прочитывают эту книгу. Эту книгу раньше, но она у нас ходит в учебное чтение в список книг в школе, поэтому девочки более приветны, они читают эту книгу. И я хотела бы остановиться на том, что мы назвали феноменом Робинзона Круза, и поговорить не только об этой книге, а о тех мероприятиях, которые сопровожали ее прочтение. Мы крайне удивились, когда у юношей, ну ладно, у школьников вы видели там Робинзона Круза, у юношей тоже увидели Робинзона Круза. И тут уже стали проводить интервьюирование этих молодых детей. Поскольку мы работали в тех школах, которые входят в круг раз, и там работают приблизительно одни и те же учителя, и там очень хорошая школьная библиотека, что следующая наша беседа была именно с профессионалами. И оказалось, что в этой школе существует замечательная программа по продвижению книги ДФО Робинзона Круза. Не в одной школе, а не в этой школе, поскольку это цепь школы. По продвижению Робинзона Круза. В чем она заключается? Она заключается в том, что дети сначала читают книги, а потом ее проживают. Это музей проживания. Они вместе с учителем физкультуры и с классным руководителем, ну, еще целая группа, уходят на необитаемый, ну, якобы необитаемый остров и разыгрывают там все, что происходило. Так вот, на мальчиках в школьные годы это производит такое большое впечатление, не столько книга, а сколько само проживание этой книги на необитаемом острове с курсами студентами и юношами, они нам все назвали, что вот эта книга или проживание этой книги на острове осталось впечатлением на всю жизнь. Мы продолжили немножко эту тему и предложили целому ряду юношей небольшой отрывок, не называя ни автора, ни того, что они читают. Предложили прочитать, рассказать, что они там поняли и назвать, по возможности назвать, этот отрывок. Те, которые прожили вот эту книгу, кстати, не все они в оригинале опознали, что это Родорезон Крузов. Но, по крайней мере, они подумав, посмотрев, прочитав там второй уже отрывок, где были имена, и они встретились со словом «пятница», написанным с большой буквы, они, по крайней мере, со второй попытки опознали Родорезон Крузов. А вот кто никогда не читал этой книги, они даже не обратили внимания на второй отрывок, где было слово «пятница», и они не поняли, что «пятница» — это герой. Они такая ответили на вопрос, что делать рассказать в «пятнице». Значит, вот глядя на этот список, я не знаю, удивило ли вас что-нибудь, удивляет ли вас что-нибудь в этом списке, но я его прокомментирую. Но просили, конечно, не называть произведения, которые они читают в школу. Но, тем не менее, конечно, особенно уже, когда они становятся студентами, они не очень хорошо помнят, что действительно они читали в школе, а кто ходил в этот список, кто не ходил. Здесь 100% известное произведение «Мастер и Маргарита» в некоторых школах в то время оно было в обызательном списке, в некоторых дополнительных, но вы знаете, что эта книга занимает первое место во всех опросах и библиотеках, и школах всего на свете. То есть, на самом деле, она входит из список самых читаемых книг в мире. Безусловно, это замчужина нашей литературы. Как вы видите, достаточно популярен все годы был ремарк. Сверху читали «Сверху пальмую арку», мальчики читали «Сверху товарищу». Вообще, внимание к ремарку у нашей молодёжи несколько удивило нашу библиотеку. В Брэнбери – это понятно, это нормально. Толстой, Кушкель – это литература. Каверин – это тоже нормально, потому что это книга, которая у мальчиков всегда занимает одно из первых мест. Ну и, соответственно, Шмид – это современная литература, которая тоже достаточно популярна. Вот качественный анализ полученных результатов на свете чтения мужчин. Это уже только мужчины. Опять же, группа или подгруппа с левой стороны повлияла листья на первые структуры, Робинжон Круни, Мастер Маргарита, Война и Мир, Северный колец, Библия, что, понятно, говорит о том, что они стали студентами и того, и жили в такие курсы, и пришлось вернуться. Ну, не вернуться, а надо скорее начать читать хотя бы какие-то отрывки отсюда. Ну, на результате Библии стоит белый клык, и за репутеры, это уже мальчишки в зале эсэр, 1984, два капитана, Солд Суэр, Серлок Хунт и Евгений Олегин, который воспринимает эти доспоры по программе, и вот они гордятся, что в России они его просит. Хочу обсудить, и где обсудить, мы с вами имеем не только классическую литературу 20 века и в 19-го и так дальше, но и современную метро, вот так она и занимает, на пропастье у Боржи, достаточно тоже популярная у молодых людей книжа, и рекомендовать, и вот тут уже сразу рекомендовать и обсудить, они хотят мастера и Маргарету, плохо они ее понимают, хотят разобраться, и преступление и наказание у мальчиков выходит вообще потом эта книга одна, одной из первых дней. Ну, дальше достаточно две книги, понятные это приключение, «Идиоты» опять Достоевский и «Алхимик», «Патрис Дориана Грея» вдруг их заискорриковал, «Ледокол» и «Солдат Швейд». Прежде чем я перейду к чтению с экраном, мне хотелось бы сделать некоторые выводы и рассказать о том, какие выводы мы сделали, исходя из этого исследования 2013 года. В первую очередь мы выделили пять групп читателей, тех, кто читает, и эти группы получили следующие. Первую группу составили в формироваться этих читателей. Это те, у кого чтение является образом жизни. Вторую группу составили читатели по принуждению. То есть это те, кто читает заданно, надо прочитать. И здесь, конечно, в эту группу попали в основном посудные девочки. Третью группу составили читатели от случая к случаю. Тогда, когда читать престижно, читать, чтение поощряется. И здесь уже есть и девочки, и мальчики. Четвёртую группу – это читатели, не читатели, линейцы. То есть они не читают именно потому, что им лень. Вот здесь, как правило, мальчики и часто талантливые мальчики. Просто мальчишки очень долго в возрасте студентовских лет почитают сегодня компьютерные игры. Но при этом они говорят, могу и почитать. Вот они, книжки, лежат. Но вот неохота. И пятую группу составили устойчивые читатели. То есть это те, кто не читает, потому что читать не любят. В 2013 году у нас был такой, вот из этих тысячи человек, у нас был такой один нечитатель, который уже отмышал «не читаю, читать не буду, читать не люблю». Сейчас, при продолжении этих исследований, практически каждый год мы имеем одного-двух нечитателей. То есть количество детей и студентов, которые не читают, читают медленно, но возрастают. Так что с этим делать? Ну, конечно, все равно мы говорим о том, что читение необходимо продвигать. Как мы продвигаем читение? В исследовании выработали пять шагов, с которыми мы приходим в любую школу, в учебное заведение. И создали окружающую среду, которая зафиксирована, которая продвигает читение. Первое – это нужно сделать так, чтобы читать стало модно. Для этого проводятся различные мероприятия, проводятся экраны чтения и так дальше. То есть создается мода на чтение. Второе – постепенно эта мода переходит в престиж. В поощрение лучших читателей, выделение грамоты, конкурсы и так дальше. Когда читать становится престижно, то тогда стать лидером чтения, особенно для слабо и средне успевающих, но амбициозных детей, является таким достаточно допугаемым путем продвижения в мир уважаемых школьников в учебном заведении. Постепенно, когда человек читается больше, больше и больше, естественно, у него и результаты получаются лучше, и читать ему становится интересно. И постепенно вот это интересно перерастает в устойчивую привычку. А когда это перерастает в устойчивую привычку, то читать становится нормой. Когда мы приходим в любое учебное заведение, мы внимательно слушаем, о чем дети говорят на перемене. Вот если в этой школе, в этом учебном заведении читать это норма, то учащиеся, обучающиеся начинают говорить о чтении. На вопрос, ты читал книжку, а что ты думаешь про нее, а вот там, а вот там, а вот там я прочел, и когда они это обсуждают, то тогда мы говорим, что в этом учебном заведении чтение это норма, и чтение это то, что их объединяет. Потому что, если недостаточное количество человек в учебном заведении работает над проблемами продвижения стены, то там может быть ситуация, с которой он сейчас сталкивается. Один класс читает, там, где родители, библиотеки и так дальше, или классный руководитель является литератором, ну, много разных случаев. А два других класса могут не читать вообще. В классе, где они читают, у них есть общие книги, которые они прочитали, а в классе, где дети не читают, они набирают, называют какие-то книжки все подряд, и на самом деле, не очень-то, поскольку они никогда не обсуждают, то количество повторяющихся книг может вообще не быть. Их либо очень мало, либо их нет вообще. И на основе вот этого исследования мы сделали второе исследование, сделав три вывода. что чтение необходимо продвигать. Все-таки необходимо продвигать. Вот из этих пяти групп, которые я вам назвала, только первый не нужен совет относительно того, что читать и как читать. Возможность руководить чтением есть только у тех взрослых, кто сами читает. Поэтому исследования, чтения самих людей, которые работают с детьми, особенно с детьми, с студентами тоже, очень важны. Если человек знает современную литературу, а мы приобщаем к чтению в основном на современной литературе, то тогда он может это все ввести и в общение, и в собственный процесс обучения, и тогда к его мнению прислушиваются. Еще раз повторю третье сейвы, что при общении с теми начинается современная литература. Потому что особенно подростки любят читать про себя и про сейчас, как они говорят. И тогда, начиная читать про себя и осуществляя поиск тех вопросов, которые их занимают, но которые они еще не готовы обсуждать со старцами, они потихонечку встречаются с чтениями. И вот их читатели кируют и приводят их к тому, что начали, они начинают читать в классической литературе. Я уже сказала, что чтение с экрана начало активно врываться в нашу жизнь с 13-го года. И поэтому в том-то 13-м году мы начали еще один проект и провели его, и продолжаем проводить уже точно. Это чтение с экрана. Что нам сказала наука на рубеже 21-го века? Несмотря на все теории, несмотря на то, что мы все читали, несмотря на все многообразие, все внимание к проблемам в сцени, общество оказалось не готово к чтению с экрана. И когда экран ворвался в нашу жизнь, мы стали, собственно, изучать, что же такое это чтение с экрана. И до сей пор изучаем, и мне кажется, что мы сначала это сделаем, а потом начинается процесс осмысливания того, что же мы натворили. Первое, что мы уже можем сегодня сказать, что чтение с экрана поменяло отношения между текстом и читателем. Вот если мы с вами читаем в листах, читаем книжку, то у нас с вами читатель, то есть мы с вами активны, а текст у нас пассивен, он лежит себе и лежит перед нами. Что происходит, когда мы начинаем читать с экрана? Читатель и текст меняются местами. Мы с вами становимся пассивным читателем, а активным становится текст. Пока мы читаем текст, нам тут что-то реклам, еще каких-то всяких сумочек на экране выступает, и мы невольно отвыкаемся от текста. Мы смотрим туда-сюда, перебегая, пересматривая, уходя по ссылкам туда-туда и туда. Когда начинали дети читать, мы не могли вообще ввести чтение с экраном ни на один урок. Они уходили там по этим ссылкам, забыв вообще, где они находятся. И, собственно, это поначалу ввозили чтение онлайн, а потом поняли в основном, что чтение с экрана, как учебное чтение, должно быть по отдельным программам. Затем второе, это изменчивый характер самой среды. То есть роль контекста возрастает в несколько раз, когда мы читаем с экрана. То есть на сегодняшний день, вот читая в этом контексте, вот в этом окружении мы понимаем этот текст так, а в другом контексте это будет совсем другое восприятие этого текста. Но чтение с экрана, конечно, имеет один, ну, собственно, не один, несколько, но это первое достоинство, которое мы никогда не могли добиться при сети в листах. Ну, опять же, это достоинство, скажем так, условное. В чем оно состоит? Чем хороший читатель отличается от плохого? Тем, что у него, у хорошего читателя, достаточно большой объем фоновой информации в голове. Поэтому, когда он читает, он достаточно быстро выделяет то новое, что он получает из этого текста. Это новое он соединяет с фоновой информацией, как он составляет процесс обучения. И таким образом он обучается и он умеет. Когда мы читаем с экрана, и у нас с вами есть доступ в интернет, то мы, нам не нужно держать в голове всю эту фоновую информацию. Мы можем немедленно, вот тут же, узнать то, чего я, как читатель, не знаю. Это открывает мимомерные возможности доступа к информации и, естественно, делает образование доступным для всех. Но! Здесь есть два больших сна. Первое но заключается в том, что сначала я должна понять, чего же я не знаю в этом тексте, что мне нужно найти. А для этого я должна понять, что я, чего я не понимаю, что я хочу узнать, чего я не знаю. И вот это является самой большой проблемой. И вторая, уже косвенная проблема. Если вот сегодня можно узнать в интернете все, то мы перестаем хранить все это в голове. А становимся ли мы при этом уменее? Растем ли мы интеллектуально? Это еще все очень большой вопрос. Продолжаем с вами движение в следующем слайде. В год исследования чтения свиста и чтения с экрана 2013 года мы и сравнивали качество понимания текста в условиях его предъявления на бумажном и электронном носителе. Как это происходило? Мы имели два текста, оба текста были разбиты на логика смысловой и тексте. «Один секс» было встреча одной ночи. Художественная, длинная, сказка, где одна сказка являлась решением проблемы с другой, или иллюстрация решений, сложная сюжетная линия, но очень ясная логика смысловая структура. Сказка такая очень ясная структура. А второй секс поисновательный, научно-познавательный, элементы описания и объяснения подводной жизни. Первый мы думали такой больше, который любят читать девочки, второй тот, который больше любят читать мальчики. И мы предлагали эти тексты попеременно на бумажном или стройном носителе. То есть, часть текста они читали часть так, часть так. А потом, когда предъявлялся второй текст такого же плана, абсолютно уже читатель выбирал тот носитель, на котором он хотел это читать. И вот мы получили средние результаты по группам, по школам. И мы измеряли, я вам сказала, уровень чтения. Не буду я вам рассказывать, уже сейчас много времени осталось. Как мы проводили этот эксперимент, то у нас получилось. Сначала рост безозначительных к источнику. Значит, мы смотрим вниз. У нас 83% только одной группы получили высокий средний уровень. Это почти продвинутый уровень. То есть, в целом, мы получили, что у нас дети-то, если очень четко замерять их уровень понимания текста, читают многие на низком уровне и на низко-среднем уровне, что полностью народным стандартом является, ну, в общем, не весь хорошо. В Европе после вот исследования ФИЗа и ФИРУ, о которых я вам говорила, они поставили себе цель до 2020 года избавиться от низких уровней понимания. Массовое чтение, массовое понимание текста большинством школьников, оно ограничено, мы тоже так получили, низкий-средний и средний уровень. Право на высоком уровне понимания читают не очень большое количество школьников, если там нет специализированных программ по продвижению чтения. вот эта школа, которая дала нам высокий средний 83%, это как раз ее отличие, это группа, у которых были еще дополнительные программы последствия ручки учтения. То есть, если мы занимаемся этим вопросом серьезно, то мы получаем нужную информацию. Теперь посмотрите по самим вопросам. Если у нас простые вопросы, вопросы в тех составляют основные вопросы учебников, то вот среднее количество верных ответов 53%. Ну, тоже не так много. Все-таки прочитать текст один раз 100-153% до курсуальных вопросов верны. А вот если идет интерпретация, уже 40%, если это концептуальные вопросы, 29%, если мы обращаемся с фоновой информацией, 25%, словарные вопросы, вот говорим, в школе работают, опять же, 50% верных ответов. А рефлексия, рефлексия, то есть осознание того, как я читаю, в чем я прав, и фиксация, где я офисе, 35%. То есть вы видите, что результаты достаточно посрединные. Вот мы получили все выводы по начале экранного чтения в школах. Уровень понимания варьируется от низкого до высокого среднего в зависимости от школы, класса, программ, цели, условий предъявления секса. Все-таки условия предъявления секса с экрана или цвета сыграли свою роль. Я об этом скажу чуть позже. Еще раз обращаю ваше внимание, что, вы понимаете, получается, что мы исследуем школу предположим или учебное обередение целиком. И на сегодняшний день в них как система чтения дает лишь массовый низкий уровень понимания. Если есть один хотя бы дополнительный бонус, хороший учитель, отобранный класс, работающая программа чтения, есть работа условиями, что все время предлагается всех так, всех так, то мы повышаем тем самым продвижением уровень понимания до 84%. Но это блестящий уровень понимания. Если человек выходит с этим уровнем понимания, он легко идет в год и заработает с экрана и понимает все, что там написано. Что нас не устроило, не устроило в 13-м году, это что наиболее массовым уровнем понимания был низкий. Я вам сказала, что это и некоторые другие исследования вели в основу концепции продвижения детского и юношеского семей, и там как раз тоже так же, как и в Европе, у нас поставлено задачи, избавиться от вот этих низких уровней Дальше, поскольку понимание учебных текст в школе в те годы, ну в общем и до сей поры, сейчас немножко меньше, и мы сразу это видим, велось на художественном тексте и в ответ в международных исследованиях, в 17-х исследованиях, наши дети понимают художественный текст лучше, чем научно популярный. Опять же, если нет спецпрограмм продвижения текста, значит, если в школе специально работают с научно популярными текстами, они включены, если нет, то художественный текст, а говорите, это был 13-й год, прошло 6 лет, мы уже не получаем сегодня при продвижении экранного текста преимущества художественного текста. Если текст программы под текста, то научно популярный может быть таким же или лучше. Что нет привычки у наших школьников и даже санкетов? Они не понимают, чего они не понимают. И, соответственно, нет привычки фиксировать «я не понимаю это, потому что я не знаю слова», «я не понимаю это, потому что от меня далеко понятие», «я не пропустил прошлый урок, не знаю вот этого и этого, я не понял». И вот этой привычки восполнять недостающие информацию даже при наличии интернет-ресурсов, она на самом деле пока не формирована. Конечно, наибольшую трудность представляют интерфекционные, концептуальные, репрессивные вопросы. Это трудные вопросы, и они базируются собственно на самом тексте. «Я хочу вам привести один пример, я всегда привожу его на лекции, тогда мы начинаем заменять работу с текстом именно вот эти интерпретации, свободные интерпретации. Я спрашиваю одного студента, прошу его ответить на мои вопросы, и он мне совершенно откровенно говорит, какая разница, что написал Демингуэй. Самое главное, что я думаю по этому поводу. Вы знаете, это ответ 14-летнего школьника, но не студента. Поэтому интерпретация, это же интерпретация, это ваше понимание или ваше согласие и несогласие с позиции автора, но ни в коем случае, ни в том, что вы думаете по этому вопросу, избегая того, что хотел сказать автор. Полный ответ. Все исследования требуют в письменном виде формулирования полного ответа. Обратите на это внимание. вот это было крайне плохо. Также плохие были гипотезы относительно содержания текста. Когда выстраиваете гипотезу по названию, по имени автора, когда вы можете предположить, о чем может пойти речь в тексте, и потом вы уже читаете, подтверждая или отвергая свою гипотезу. Вот на какие сложные вопросы при работе текста обязательно нужно обращать внимание. При чтении с экрана мы являемся свидетелями того, что у нас происходит вылюбление скорости секса. Затем, правда, если все время происходит сдвиг чтение с экрана то чтение с листа то скорость чтения восстанавливается. Качество понимания почти не изменяется. То есть, если оно есть у вас в листах или с экрана, то при смене носителя приблизительно такое же. Но если это в первый раз немножко изменяется, а потом все восстанавливается. Поэтому бояться этого не надо, оно не отразится на качестве понимания. Если оно плохое там и там, то оно будет плохим хорошим, оно будет таким. Обращаю ваше внимание на саму методику, которую мы исследовали. Это чтение с остановками. Она очень аспектифективна и имеет обучающую ценность. Она интересна скольникам и может быть использована для самостоятельного обучения. Все состоит в одном предложении. Вы разбиваете текст на смысловые отрезки, прочитав смысловой кусочек текста. Обычно это большой абзац или может быть несколько абзацов. Вы останавливаетесь и отвечаете на вопросы о том, что вы прочитали и о том, что возможно будет происходить дальше. То есть вы все время выдаете гипотезу и вы сами корпурируете достаточно полный ответ на вопрос. заканчивая сегодняшний наш разговор я хочу остановиться на нескольких проблемах учебного чтения сегодняшнего дня. При сравнении чтения с экраном, чтения с листа, вот последние исследования, которые мы ведем сейчас, мы еще не подвели итоги, но отдельные положения я вам отвечу. Объемы чтения упали. Объем чтения у нас считается 22 страницы в день. Это поддерживающие минимумы. То есть если вы читаете 22 страницы в день, то тогда вы будете читать на том же уровне, на котором вы читали вчера, позавчера, 5 лет назад. Норма чтения у нас 35-50 страниц. Если ты не прочитал эту норму в день, значит ты ухудшил свои сознательные возможности. Это я говорю особенно для родителей, которые должны отслеживать чтение старцев-склонников и даже студентов. Теперь, конечно, при чтении с экрана тексты стали намного короче. А раз они стали короче, то отсюда и объем оперативной памяти сокращается. умение читать длинные тексты нам необходимо. И поэтому все-таки мы должны следить за тем, чтобы эти тексты читали. А вот вы знаете, что происходит? Если они читают все время короткие тексты с падением объема по перооченной памяти, то они пересказать не могут. Раньше сдаются нормы на подготовку к семиналу 50 страниц в общей сложности. Студенты читаются свободно этим материалом оперировать, а теперь они по половине просто элементарно не помнят. Но что мы максимально должны использовать? Текст экрана предоставляет нам неограниченные возможности экрана размышления. Мы должны все время следить за тем, чтобы у нас текст лица посеталась текст экрана. Теперь какие у нас сегодня предпочтения? Предпочтение у нас сегодня следующее. Деловое, профессиональное чтение по нашим исследованиям это чтение взрослых, чтение тех, кто работает в различных офисах. Это вот деловое профессиональное чтение. И чтение учебное, в высших учебных заведениях все больше становится чтением с экрана. А вот художественную литературу, научившись читать с экрана, и многие еще продолжают читать с экрана. Но мы наблюдаем тенденцию, особенно студенты, те взрослые, женщины в первую очередь возвращаются к художественной книге. книги. Потому что все-таки художественный текст, который издан на книге, он предоставляет возможности вот этой глубины понимания, которую трудом дает текст на экране. Но это еще наше дальнейшее исследование, это пока очень предварительные выводы, и поэтому мне хотелось поблагодарить вас всех за участие в сегодняшнем мероприятии и показать вам памятник книги, который установлен в в Клакурске. И я все-таки надеюсь, что книга сохранится в нашей жизни, хотя показываю я вам ее с экрана. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Я закончила. Я вижу некоторые вопросы. Возраст детей какой был исследователь? Ну, я сказала вам, что мы начинали исследование с 15 лет, но там были еще и дети несколько раннего возраста близких 15 лет. В основном 15-летние. Я вижу. Спасибо. Если есть еще вопросы, у нас есть несколько минут, за которые я могу ответить на ваши вопросы. Наша следующая встреча будет посвящена чтению на родном и иностранном языке. И поэтому кого интересует, у кого есть дети изучающие иностранные языки, я вас всех жду на нашу следующую лекцию. 19 апреля. Спасибо, уважаемые коллеги. До свидания. добро. Спасибо. d Kirchми. Спасибо. d Kirchми. дорогие друзья, давайте поблагодарим Наталью Николаевну за сегодняшний вебинар. Тема актуальная. Я надеюсь, что все, кто пришел на этот вебинар, придут также и на вебинар, который состоится 19 апреля. Я привел ссылку на регистрацию на этом вебинаре. Мы продолжим разговор о чтении. Я думаю, это будет настолько же интересно. Я хотел бы также отметить, что готовы сертификаты. Контакты, контакты, контакты. Обратитесь ко мне, если надо, я вам контакты предоставлю. Я, честно говоря, не помню. По-моему, не было контакта вначале. Сертификаты вы, как всегда, сможете приобрести вот здесь. Так, что еще? Да, запись будет. Я надеюсь, что запись вебинара будет уже сегодня вечером, но ближе к ночи. Потому что вебинарная система не так быстро конвертирует файлы записей. Но запись обязательно будет. И вы сможете ее найти как на нашем видеоканале в YouTube, так и прямо в расписании. Как вы, наверное, знаете, кто уже с Директ Академии работал. Прямо в расписании ссылки на регистрацию вебинара превращаются в ссылку посмотреть запись. Так что все предыдущие записи вы можете смотреть при необходимости прямо из расписания. Ну что ж, коллеги, всего доброго. Сегодня был очень полезный вебинар. Еще раз всех благодарю. До новых встреч в Директ Академии. Продолжение следует...